Мы, неаполитансы, знаем, сколько разных историй происходит в нашем городе. Смешных и грустных, грустных и смешных, а порой смешных и грустных в одно и то же время. Стоит только заглянуть в любое окно, особенно в канун Рождества, Ах, когда на улице холодно, и хотя уже давно минуло девять, Никому не хочется вылезать из своих мягких, теплых, уютных постель. Пьесу я выбрал, поскольку она мне очень близка, как история. Она у меня ассоциируется с моей семьей, с моим отцом, вообще с моими родителями. Потому что она очень, на мой взгляд, человечная история. Это история про такого маленького человека с большим сердцем, который хочет праздника для своей семьи, и его никто не понимает. Это человек, который всю жизнь был молодым, не то что молодым, он был ребенком. Он был ребенком. Он всю жизнь делает эту колыбель Христову для детей, потому что считает их малышами до сих пор, хотя они уже выросли, замуж вышли. Вот. А он ребенок. И вот это вот интересно играть. И почему с ним происходит вот этот катаклизм, когда его вдруг переворачивает? Потому что он понимает, что жизнь-то это не игрушка, а это жизнь. И ему становится плохо. Это удар для него сильнейший. Гениальный драматург Эдуард де Филиппо, это одна из его ранних пьес. Вот. И Эдуард де Филиппо даже всегда говорил, я пишу комедии как трагедии. То есть здесь есть и смешно, и грустно. И когда люди посмотрят этот спектакль, я надеюсь, что они задумаются о своих родных, о своих близких, о том, что такое праздник семейный, о том, как в этом празднике существовать, и как слышать друг друга, и слушать друг друга. Я думаю, эта история зрителям понравится. Молочные похлебки принес? Только только в одном уме, молочная похлебка, иди, вставай на пухню, сам иди, потому что прислуги в доме мы не держим. Не принесешь молочной похлебки, не встану. Первый раз я в Вологде. Во-первых, мне очень понравились цеха театра, потому что у меня, честно говоря, в моей практике никогда такого не было, чтобы я еще не приехал в город, и декорация уже была готова. То есть это на самом деле большое счастье для режиссера, когда ты можешь с самого начала уже репетировать с артистами в декорации спектакля. То есть это очень дорогого стоит. Реквизит замечательный, бутафоры сделали. Я доволен. Мне очень нравится коллектив Вологодского драматического театра. Я вот пять лет уже работаю в Чите. До этого я работал в Москве, и с художественным руководителем Вологодского драматического театра, с Алексеем Вячеславовичем Мажогиным, мы давнишние друзья. Мы вместе с ним в ГИТСе преподавали, учили студентов. Потом я стал уже ставить достаточно плотно, а потом уже уехал в Читу. И он мне предложил, не хочешь ли ты сделать спектакль здесь, в Вологде. Ну, конечно, я согласился. Потому что, во-первых, здесь, на мой взгляд, очень дружеская атмосфера. Очень хороший коллектив. Еще раз повторюсь, хорошие артисты. Как они как-то! Скажи спасибо, слава Богу, что вот на этом честь. Нет, это слава Богу, это слава Богу. Но дело не в кофе. Не в кофе. Нет. А в том, как его свариться. Да. Вот этот вот отдает по памяти. Шагни! Шагни! Эта женщина, она, знаете, вот такая жизнью, ну, можно сказать, хорошее слово надо подобрать, ну, замученная. У нее дети, у нее муж. Они, есть такая фраза, говорится, вам бы нужно было быть мужчиной. Она говорит, да, если бы не я, в этом доме бы все развалилось. Вот она их всех тянет, тянет, тянет. Я не могу сказать, что она сильно интеллектуальна. Она такая хозяйка, хозяйка, хозяйка в доме. Ну, вот такая женщина. Пытается всех все время помирить, хотя в своем воспитании детей перешагнула. Ну, в общем, сына настолько залюбила, что сын вор. Ну, вот такая мама. Сейчас для меня главное, вот мы поняли на репетициях, знаете, что вот мы в своей повседневной жизни, да, вот я рассказала это женщине, они не видят радости, они не видят мелочей. И что-то должно, как вот сейчас в мире происходит, что-то должно произойти, да, чтобы все переродились. Не случайно Рождество в доме Купьела. И когда мы все поменяемся, да, нас объединит вот то, что произойдет с Купьела, вот это нам нужно сегодня и в жизни очищение, и на сцене, и, наверное, тот зритель, который придет, поймет, что вот мы должны переродиться. Рождество. И мы поменяемся все в лучшую сторону. Вот так.